Добрый день, дорогие друзья. Говорю пару слов для тех, кто смотрит нас в записи. Перед вами вебинар Марина Орешко, канал на YouTube в помощь учителю и библиотекарю. И я хотел бы призвать вас подписываться на наш канал, ставить ему лайки, потому что чем больше лайков вы поставите, тем больше человек увидят эту запись по правилам Фейсбука. Ну а сейчас я не задерживаю ваше внимание и передаю слово Марине Викторовне Орешко. Марина, прошу на связь. Добрый день, вебинар. Я надеюсь, меня видно. Хотелось бы, чтобы было слышно, потому что у меня сегодня первый раз через другой браузер вебинар проходит. Google не захотел со мной дружить, поэтому через Яндекс пробуем. Ну хорошо. Так, лучше чуть тише. Сейчас попробуем звук чуть потише сделать. Вот, так, неплохо. Ну тогда давайте начнем сегодняшнюю нашу встречу. Тема сегодняшнего вебинара у нас канал на YouTube в помощь учителю и библиотекарю. Сегодня постараюсь рассказать все, что я знаю о том, как работать с каналом YouTube. Ну, скорее, это будет информация для начинающих пользователей, те, которые уже давно работают с YouTube, как рыба в воде. Наверное, возможно, все им будет уже знакомо. А вот для тех, кто впервые начинает работать или хочет что-то еще, какие-то дополнительные фишечки узнать, то вот, пожалуйста, тогда добро пожаловать на вебинар. Итак, ну сейчас большинство людей расценивают YouTube исключительно как видеохостинг. И не случайно постоянно обращение к этому ресурсу в поисках необходимого видео для работы, для учебы, различные видеоинструкции, экранизации, фильмы и так далее. Но самое интересное, что сейчас YouTube является второй по количеству пользователей поисковой системы в мире. Аудитория YouTube уже более миллиарда человек, она постоянно растет. По статистике этого портала все больше появляются пользователей, которые в качестве стартовой страницы при загрузке компьютера, при открытии интернет-браузера ставят как раз YouTube. И практически вот как раньше была традиция включать телевизор, так сейчас вместо телевизора эту функцию взял на себя вот этот видеохостинг. Поэтому это открывает, конечно, огромное количество возможностей для использования этого ресурса, и для того, чтобы создать здесь свой канал, и для того, чтобы попробовать размещать здесь свой видеоконтент, чтобы его увидело как можно больше пользователей. Поэтому сейчас YouTube активно используется и учителями в школах, и педагогами в учебных заведениях, и библиотекарями в том числе. Попытаюсь рассказать о том, как можно использовать этот канал в своей работе. Но самый простой вариант – это использовать уже готовые видео, которые здесь размещены. На самом YouTube любой видеоролик, который вы хотите найти, ищется через поисковую строку. Существует огромное количество каналов с различными видео разной степени полезности. Я вот здесь на слайде собрала несколько каналов на YouTube, которые занимаются тем, что коллекционируют учебные видео и представляют очень неплохие коллекции таких учебных видеороликов. Большая часть, конечно, из этого списка посвящена науке в разных ее проявлениях – математика, физика, астрономия, биология, точные науки, естественные науки. Есть несколько порталов, где собраны, так сказать, гуманитарные дисциплины. Например, портал «Арзамас», наверняка о нем слышали, который предоставляет интересные видеоролики по истории, культуре, литературе. Есть много видеоканалов, которые адресованы школьникам, средних классов, старшеклассникам. Например, вот целый канал «Академия занимательных наук», в котором представлены видеоролики, как раз адресованы для средней школы. И есть большой, огромный портал буквально, который я выделила большими буквами. Он так и называется – учебное видео. Здесь практически по всем дисциплинам школьной программы собрано огромное количество видеороликов, которые можно брать и просто использовать в своей работе. Ну вот это касается учебного видео для педагогов. В том числе можно, конечно, библиотекарем им пользоваться. Но таких вот библиотечных порталов не так уж много, где бы можно было сразу найти все обо всем. Поэтому чаще всего ищем через поисковые строки, и здесь можно найти и буктрейлеры, и экранизации книг, и обзоры книг, и многое-многое другое на библиотечную тематику. Это самый простой вариант, когда мы просто берем готовое видео и используем его на своих мероприятиях, и даем для ознакомления читателям, школьникам и так далее. Как еще можно использовать видео, размещенные на YouTube? YouTube – это такой хороший хостинг, который практически со всеми онлайн-сервисами взаимодействует. Если онлайн-сервис связан с созданием различного видео, видеовикторины, какие-то видеоролики и многое-многое другое, то так или иначе он связан с YouTube. Это можно использовать опять-таки в своей работе. Например, есть видео, которое вы хотите продемонстрировать, показать, но оно недостаточно, на ваш взгляд, отражает тему. Например, вы хотите что-то добавить к этому видеоролику, какие-то дополнительные комментарии, замечания, может быть, справочную какую-то информацию прикрепить. Для этого существует большое количество онлайн-сервисов, которые позволяют использовать на основе видео из YouTube создавать свои информационные продукты. Например, можно добавлять аннотации, комментарии и различные дополнения к видеороликам. Я сейчас в чат несколько ссылок отправлю, чтобы можно было посмотреть, как это на самом деле выглядит. Первые три сервиса, которые я здесь на экране воспроизвела – VideoAnt, Vibi и Timeline.ly – это три сервиса, которые позволяют создавать на основе видео из YouTube различные информационные продукты. Видеоролик с дополнительными замечаниями или аннотациями. В качестве аннотации могут выступать текстовые какие-то комментарии, можно прикрепить картинку, добавить аудиозаметку, голосом что-то за кадром озвучить. В результате получается интересный такой гибридный продукт. С одной стороны YouTube видео, а с другой стороны какие-то ваши замечания по этому видеоролику. Далее, как еще можно использовать? Можно создавать видеовикторины, опять-таки на основе видео из YouTube. Скачивать ничего на свой компьютер не надо. По ссылке просто вставляем этот видеоролик внутрь сервиса и начинаем добавлять к нему различные вопросы, задания, можно кроссворды, упражнения, многое-многое другое. Ну, например, если мы просто хотим создать какой-то опросник, то можно взять Google форму, прикрепить видео, к нему прибавить несколько вопросов, и получается отличная видеовикторина на основе YouTube. Готовые материалы можно потом в виде статистики посмотреть, скачать результат, наградить участников, если это видеовикторина какая-нибудь очень важная, подвести итоги. Есть такие сервисы, которые позволяют прямо внутрь самого видео вставлять вопросы. То есть пользователь смотрит видео, затем на каком-то периоде времени видео прерывается, ему предлагается ответить на вопросы. Если отвечаешь правильно, продолжаешь дальше просматривать видео. Для этого существуют сервисы, которые называются Learning Apps, AppEster, Udoba и AdPuzzle. Если брать учителей, то для них удобнее, наверное, будет использовать Learning Apps и AdPuzzle. Это сервисы, которые как раз ориентированы на школьную аудиторию, на преподавателей. Они позволяют создавать классы, объединять туда учащихся, студентов, организовывать для них задания, ну и затем контролировать выполнение этих заданий. Если мы используем исключительно для самопроверки или для развлечения такие видеоролики, то мы можем воспользоваться сервисами AppEster и Udoba. Они позволяют создавать интересные видеовикторины на основе, опять-таки, видео с YouTube, и к ним будут прикреплять разные виды вопросов. AppEster более такой художественный сервис, он с разными красивостями, анимацией. Udoba сервис более функциональный, он позволяет прикреплять к одному видеоролику более 20 разных интерактивностей. Викторины, презентации, различные гиперссылки, разные виды игр, упражнений и тому подобное. И если вас интересует эта тема создания видеовикторин на основе YouTube-овских видеороликов, то более подробно я об этом рассказывала на одном из вебинаров в прошлом учебном году. Я вам ссылочку на вебинар оставлю, если кому-то интересно. Там я подробно о каждом из этих сервисов рассказывала. Сейчас только вкратце на этом остановилась и напомнила, что YouTube можно использовать еще вот таким образом. Ну и, наконец, третий путь, по которому можно пойти, когда мы начинаем создавать свой видеоконтент, и нам хочется, чтобы как можно больше пользователей его увидело в сети, как-то его распространить. Конечно, можно загружать видеоролики и на Facebook, и ВКонтакте, и какие-то другие найти способы распространения. Но так или иначе, YouTube сейчас является самым популярным видеохостингом. Было бы глупо обойтись без него. Как создается аккаунт на YouTube? Сейчас несколько слов об этом расскажу. Самое главное, что нам нужно на первом этапе, это аккаунт Google. Заходим в свой аккаунт Google, открываем стартовую страницу YouTube и начинаем создавать свой канал. Сейчас регистрация очень упрощена. Раньше, когда я регистрировалась, все было намного сложнее. Сейчас пошагово, буквально все 3-4 шага, и у вас свой собственный канал. Нажимаем вот такую вот клумбочку. Она находится справа вверху с плюсиком и с видеокамерой. Выбираем, например, опцию «Добавить видео». И после этого, если у вас канал еще не создан, сервис тут же предлагает его и создать. Но все на русском языке. Регистрация здесь очень простая, поэтому просто следуем по шагам. Нажимаем кнопку «Начать» и выясняем, что YouTube-канал может создавать двух типов. Можно создать свой личный, с вашим именем, и можно создать с именем, с другим. Например, в качестве имени выбрать название организации, которую вы представляете. То есть либо личный канал, либо канал бренда какого-то. Организации, школы, библиотеки, вуза, чего угодно. Если мы выбираем личный канал, то здесь все очень просто. Нужно загрузить своего фотопрофиля. По умолчанию будет вот такой вот значок с начальными буквами имени или фамилии. Вместо этого можно загрузить свою картинку. Сюда загружаются маленькие значки. И сервис рекомендует примерно 800 на 800 пикселей сюда загружать изображение. Желательно вашу фотографию, поскольку это канал ваш личный, чтобы он ассоциировался конкретно вот с вами. По сути, вот такая вот социальная сеть получается. Далее можно рассказать аудитории о своем канале. Даже не можно, а желательно, нужно, чтобы привлекать новых читателей, придумать какую-нибудь интересную, такую занимательную рассказку, историю и поместить ее в раздел «Расскажите аудитории о своем канале». Если вы пока не готовы на первом этапе, это можно пропустить и сделать чуть попозже. Дополнительно, если вы хотите получать информацию, распространять свои видеоролики в социальных сетях, вы можете здесь же прикрепить ссылки на все свои социальные сети. Facebook, Twitter, Instagram. Ссылку на свой сайт можно прикрепить, если он у вас есть, или блог. Ну и дальше все это сохраняем и продолжаем. После этого открывается вот такой вот личный кабинет. Он пока пустой. Здесь много кнопок. Самая главная кнопка «Добавить видео». После этого, после того, как кабинет открылся, можно уже загружать свой первый видеоролик, если он у вас готов. Если создаем страничку бренда, немножко другой порядок, но смысл примерно тот же самый. Нам нужно придумать название канала. В названии канала желательно прописать все-таки, что за бренд вы представляете. Например, канал библиотеки, библиотеки музея имени Николая Блинова, например. Либо придумать какое-нибудь другое занимательное название, но потом в описании канала добавить разъяснение, что этот канал представляет, какой бренд, какую организацию. Далее вы точно так же создаете канал, можно загрузить значок. Чуть попозже расскажу о значках, какие требования к ним предъявляются. Ну и точно так же заходите в личный кабинет и начинайте загружать первый видеоролик. Очень часто задают такой вопрос, сколько можно каналов создать с одного аккаунта. Например, если ты хочешь загружать разные видеоролики, разные по формату. Допустим, видеоролики, созданные библиотекой, и свои собственные видеоролики. Как это разграничить все? На самом деле, оказывается, можно создать несколько каналов, используя один Google аккаунт. Правда, есть лимит на личные аккаунты. Личный канал вы можете создать только один. А вот аккаунтов бренда можете создать несколько. Можно создать свой личный и библиотечный, допустим. Ну вот у меня так и получилось. Один получился личный, а второй – библиотека мечты. Это у меня канал бренда. Можно ли перевести свой канал в канал организации? Надо посмотреть в настройках YouTube. Раньше это можно было сделать. Когда-то, когда я уволилась из библиотеки, я переделала канал, и стал он у меня свой личный. Я надеюсь, что эта функция пока осталась, и можно потом будет попробовать. Однако это возможно в том случае, если у вас еще нет своего личного канала. Допустим, у вас уже есть один сход сданный личный, и, допустим, канал библиотеки вы уже в личный переделать не сможете. Там стоит лимит только на один канал. А вот если он у вас один-единственный всего лишь туда, можно попробовать переключить его в личный. Ну, продолжаем дальше. Что загружать, собственно? Какие видеоролики пользуются популярностью в сети, и что можно демонстрировать на YouTube? Да, практически все, что угодно. Это вот минимальный список, что можно представить на YouTube-канале на своем. Можно создавать презентации, переводить их в формат видео, и получаются такие презентации, видео-лекции. Хороший контент, инструкции и руководство. Это вообще такой хит ютубовских просмотров, потому что очень много сейчас интереса как раз к освоению разных информационных премудростей. И вот всякие скринкасты, инструкции по работе с программами, инструкции по работе с электронным каталогом, по регистрации на каких-то сервисах, форумах и так далее. И все это показано наглядно с помощью скринкастов. Это все сейчас пользуется большим успехом. Большое количество рекламных видеороликов. Рекламировать можно и библиотеку, и школу, и мероприятия, и практически выставки, все что угодно. Очень много видео с рассказами о книгах. Это и буктрейлеры, и обзоры, и много-много вот такой книжной тематики сейчас на ютубе можно посмотреть, поискать в поисковиках и какие-то идеи для себя взять на вооружение. Снимают в формате видео виртуальные экскурсии по библиотеке и выставке, по музею. Если есть кружок журналистов или кружок актерский, какой-то драматический кружок, то тут можно снимать целые видеоспектакли, драматизации какие-то. Можно снимать литературные чтения в формате видеоролика, как за кадром читать книгу, так и в кадре сидеть читать. Можно виртуальную выставку опять-таки перевести в формат видео и представить не просто как презентацию PowerPoint, а в формате видео. Ну и, наконец, можно брать интервью у разных людей, у земляков, у известных личностей, да у самого себя можно взять интервью и высказаться по какой-то проблеме важной. В общем, это только краткий перечень всего того, какое бывает разнообразное учебное и библиотечное видео в сети. Так что снимать, не переснимать. Тут возможностей очень много. Особо хочу обратить внимание на такое явление, как буктюбинг. Появился он за рубежом, но получил очень большое распространение. И сейчас в русскоязычном сегменте Ютуба более 200 буктюберов или блогеров, видеоблогеров, которые занимаются обсуждением книжных новинок, рассказывают о новых интересных книгах, о книгах, которые они любят и читают, о разных жанрах, направлениях, книжные новости пересказывают и многое-многое другое. Все вокруг книг. Причем надо сказать, что профессиональных библиотекарей, есть и профессиональные библиотекари, которые этим занимаются, есть просто обычные люди, книголюбы, которым нравится эта тематика, и они снимают видео. Я подобрала для вас несколько интересных каналов буктюберов. Вдруг вы захотите примкнуть к их движению и что-нибудь такое же снять в формате буктюбинга. Поэтому я 5 каналов отобрала, но им, на мой взгляд, наиболее интересны. А вообще их намного больше. Не 5, а больше. Я выбрала самые такие известные. Начнем с канала профессионального библиотекаря. Мара Бук называется «Приют мысли». Тамара Хакимова создала этот блог, этот видеоблог. Здесь сейчас около 13 тысяч подписчиков, где она рассказывает о своих любимых книгах. Не обязательно это новинки литературы, просто о книге, которые ее зацепили, заинтересовали. И она с удовольствием, с большим интересом рассказывает о всем том, что ее волнует в этих книгах. Так что очень интересный канал. Можно попробовать подписаться и посмотреть более подробно на него. Среди буктюберов люди совершенно разных возрастов. Есть и среднего возраста, и молодежи очень много. Но в частности, вот такой буктюбер из молодежной среды. Блог его, видеоблог называется «Кальвадос». Надеюсь, я правильно поставила ударение. Его ведет молодой парень. Зовут его Тимур. Сейчас он собрал почти 160 тысяч подписчиков, даже больше. Выкладывает здесь интересные видео на книжную тематику. Формат у него такой неформальный. Он достаточно харизматичный парень. Снимает яркие видео, выбирает какие-то интересные, неоднозначные темы. Тут можно много спорить, не соглашаться. Ну, в общем, 160 тысяч подписчиков говорят сами за себя. Он не только рассказывает о книгах, он обсуждает всякие книжные новости. Например, рассказывает о работе в книжном магазине, обсуждает экранизации книг, проводит какие-то эксперименты. Например, пробует прочитать книгу о Ностиве на Кинга за 24 часа и многие другие интересные вещи. Так что вот канал как раз адресован молодежной аудитории, наверное, в большей степени. Идем дальше. Тоже интересный формат и подход к каналу. Называется канал «Two Talk Girls». Две разговаривающие девушки, две общающиеся девушки. Две девушки. Одну зовут Светлана, другую Екатерина. Рассказывают о книгах, но в паре. Это интересный пример, когда книги объединяют людей. Они совершенно разные по характеру и по внешности, но рассказывают о книжных новинках. От классиков до комиксов у них определенных каких-то рамок нет. Самое интересное в этом блоге то, что здесь есть отдельная рубрика книжная, называется она «Книжные рецепты». Эти девушки пытаются на полном серьезе готовить блюда из книг, рецепты которых описаны в книгах. Ну вот, что из этого получается, они в своем блоге рассказывают. Блог довольно популярный, необычный, 48 тысяч подписчиков у него. Можно посмотреть и заинтересоваться. Еще один интересный канал называется «Теория большого чтива». Ссылка будет большая, потому что там в названии русские буквы. Если открыть вкладку о канале, там сразу такое заявление идет. Здравствуйте, меня зовут Мария Покусаева, и я книжный маньяк. Ну, действительно, девушка очень начитанная, рассказывает много обо всем, но основной ее интерес, это связан он с Англией, с магией, с шотландским и кельтским фольклором. Чаще всего вот эта тема у нее в блоге. Но, с другой стороны, здесь очень много обзоров на книжные новинки, на любимые книги этого человека. Тоже очень хорошее число подписчиков, почти 43 тысячи человек здесь присутствует в качестве подписчиков. Интересный и необычный обзор. Интересным, неформальным языком рассказано. А вот сам подзаголовок, сам псевдоним, под которым она пишет Bad Librarian, плохой библиотекарь. И еще канал, у которого из всех перечисленных наибольшее, на мой взгляд, число подписчиков. Может быть, есть какие-то другие, но я нашла вот его. Здесь 176 тысяч подписчиков. На сегодняшний момент называется этот канал «Читалочка». Автор его Полина Пирс. Она с апреля 2015 года работает на Ютубе и ведет этот канал. С тех пор она сняла огромное количество видеороликов. Рассказывает в них книжные новости, размышляет на актуальные темы, дает обзор книжных новинок. Ну, рассказывает, в общем, о всех книжных новостях, которые ей интересны, и ее чем-то зацепили. Тоже такой неформальный, интересный подход рассказчика. В общем, как видно, каналов много. Смотреть есть что, и откуда брать свои идеи тоже есть. Если вы хотите еще больше каналов-буктюберов, я вам просто дам ссылку на статью, где еще больше, там, десяток этих буктюберских каналов. Возможно, вы найдете что-то для себя, подпишетесь, и вам захочется тоже самим что-нибудь эдакое снять. Если говорить о том, как стать буктюбером, о чем снимать видео и что хотелось бы сделать, у буктюберов взяли интервью, некоторых топовых буктюберов спросили, какие бы советы они дали для тех, кто хочет начать снимать вот такого формата видео. Они несколько советов дали, я их объединила в списочек. Ну, вкратце несколько слов. Ну, во-первых, интерес буктюберы вызывают тогда, когда они ведут так называемый живой разговор. То есть, чаще всего, когда мы садимся перед видеокамерой и начинаем что-то говорить, на нас может напасть ступор. Мы можем забыть все, что мы хотели сказать, либо наоборот, начинать импровизировать и уйти вдаль какую-то непонятную. В общем, тут хорошего в меру. Иногда, конечно, лучше записать какой-то сценарий, держать его перед глазами. Некоторые даже чуть ли не дословно записывают весь свой обзор, который хотят рассказать. Кто-то пытается импровизировать. Тут у каждого свой путь. Единственное, чтобы разговор получился вот именно живым, вот не наукообразным, не похож был на чтение доклада, а вот как раз в таком непринужденном научно-популярном стиле, иногда даже в чуть разговорном стиле, я бы сказала. Если будем рассказывать о художественной литературе, делать обзор художественной литературы, то тут очень важно обойтись без спойлеров. Одно неудачное слово, и читатели, зрители забросают комментариями с обличением, как вы могли испортить мне чтение. Так что здесь очень аккуратно нужно рассказывать о книге, не пересказывать весь сюжет, конечно, от начала до конца, а заинтересовать этой книги. Конечно, этому надо учиться, можно какие-то идеи подсмотреть уже у тех, кто давно этим занимается. Все зрители сошлись на том, что хотелось бы, чтобы вот эта атмосфера домашности сохранялась на канале Буктьюбера. То есть не нужно делать шоу из своего видеоролика. Конечно, хотелось бы, чтобы он был снят профессионально, с хорошим звуком, с хорошей картинкой. Но вот эту атмосферу домашности из роликов не надо удалять. То есть не надо там какие-то насыщать свой видеоролик рекламой, придумывать какие-то там шоу-эффекты и прочее, прочее. Вот домашность – это тоже такая важная вещь, в такие атмосферы особые у Буктьюберов. Хорошо бы найти свой сегмент и рассказывать о книгах, чтобы поменьше конкурентов было, конечно же. Какая литература сейчас востребована? О какой литературе много читают и много пишут и снимают видеороликов? Сейчас вот такая востребована литература – это литература для молодежи и подростков. Потому что Ютуб в основном такая довольно молодежная тусовка. Здесь возрастная группа примерно 13-24 года. Вот самые активные пользователи Ютуба. И поэтому очень много поисковых запросов как раз на обзоры молодежной и подростковой книги. Возможно, это может стать вашим сегментом, о котором вы начнете рассказывать. Действительно, видеороликов по молодежной тематике, по подростковым книгам снято не так уж много. Далее, что еще здесь может быть востребовано? Стоит, наверное, обратить внимание на жанры и темы, которые еще недостаточно освещались и которым есть интерес. Это мистика, фантастика во всех ее проявлениях, какие-то альтернативные жанры. Можно делать обзоры комиксов и графических романов. Про это тоже мало снимают. Но в любом случае, главное здесь не увлечься вот этими поисками, а действительно снимать и рассказывать о том, что действительно интересно. Хотя мы понимаем, что, допустим, про комиксы будет больше отзывов, но если вам эта тематика не интересна, зачем это делать? Тут приходится находить свою золотую середину. Если мы только начинаем свои первые шаги в буктюбинге, то все блогеры советуют снять какой-нибудь топ-5, ну или топ-10, или какая-то другая цифра, в котором бы вы рассказали о своих любимых книгах. И чтобы это видео может стать заставкой к вашему каналу на YouTube, и зрители, когда будут приходить на канал, они будут уже ориентироваться, понимать, какая тематика вам близка, о каких книгах вы здесь будете рассказывать. Иногда это очень полезно, вот такой демонстрационный ролик снять, специальный информационный. Ну и самое главное, что рассказ буктюбера должен вдохновлять на чтение. Должно возникнуть желание тут же встать с места, побежать в библиотеку или к книжной полке, взять книгу и начать ее читать. Вот без этого, наверное, не бывает буктюбинга. Ну вот про буктюбера все. Теперь давайте от вдохновения пойдем к техническим возможностям и аспектам. Перед тем, как снимать видео, стоит, наверное, обратить внимание на какие-то общие правила и требования. В том числе YouTube тоже представляет ряд своих требований к качеству загружаемых видеороликов. Поэтому можно в справке более подробно про YouTube почитать, я расскажу в общем. Эти правила характерны для учебных видеороликов, ну в общем-то и для библиотечных тоже. Я думаю, они подойдут. Ну, естественно, перед тем, как снять видео и загрузить на YouTube, определяемся с целями и задачами. Для чего нужно это видео? Есть целые классификации. Развлекающее видео, познавательное, информационное, рекламное. В общем, нужно определиться с категорией, для кого это адресовано видео и с его характером. Хорошо бы, если в видеоролике было достаточное количество информации, не больше и не меньше. То есть не дословный пересказ книги, а только вот такой призыв к ее прочтению, чтобы заинтересовать читателей. Хорошо, если будет доступ со всех видов устройств. Но сейчас YouTube совершенно спокойно со всеми мобильными устройствами функционирует, поэтому здесь проблем возникнуть не должно. Что касается качества загружаемого видео. Раньше YouTube ориентировался на формат, где соотношение сторон было 16 на 9. Если не вписывались в этот формат, то, может быть, вы сами видели, по бокам видеоролика появлялись такие черные полосы. Или с боков, или сверху, снизу. Вот такой вариант был. Сейчас, как утверждают создатели YouTube, плеер подстраивается под любые форматы. Так что видеоролик можно грузить в любом формате, не обязательно 16 на 9. Можно и квадратное видео загрузить, и вертикальное. Но все-таки традиционный формат YouTube это 16 на 9. Он выгоднее всего и красочнее всего будет здесь смотреться, в этих рамках. Сколько должно длиться видео, для того, чтобы его посмотрели до конца? Стандартно 5-12 минут. Вот померили, выяснили, что, пожалуй, максимум где-то в районе 10 минут. Дальше уже проблематично. Зрители могут устать и просто не досмотреть до конца. То, о чем я уже говорила, о том, что видеоролики лучше делать неформального качества, желательно в таком непринужденном живом разговоре, чтобы это все снималось и монтировалось. YouTube очень требовательно относится к качеству видеоролика. Желательно загружать сюда видео в формате 720-1080, примерно в таком качестве. Тогда они будут наиболее выигрышно смотреться. Ну и, наконец, одно из немаловажных требований YouTube – это соблюдение авторских прав. Авторские права распространяются на фотографии, на видео, которые вы вставляете внутрь своего видеоролика, например, если вы фрагмент какой-нибудь экранизации решите вставить в свой буктрейдер, например, и на музыкальное сопровождение, на фоновую музыку, которая играет на заднем плане. Про авторское право можно говорить много. YouTube отслеживает использование музыкальных файлов и всего остального, и видеоконтента. И в случае, если музыкальный файл используется необоснованно, звуковая дорожка может сниматься. А видео, где взяли фрагменты другого видео, которое защитено авторскими правами, может блокироваться. Поэтому здесь нужно очень внимательно и трепетно к этому относиться. Проверять обязательно все, что вы вставляете в свой видеоролик. Ну, давайте пойдем дальше. Ну, вот примерно так может выглядеть канал среднестатистический, если им особо не заниматься. Это мой канал, потому что не хватает немножко времени на раскрутку, на оформление, на вот все эти хорошие вещи. Я обязуюсь, что я все сделаю, но чуть попозже. Ну, сейчас взяла просто для образца, как это может выглядеть. Когда на канале уже накопилось определенное количество видео, оно вот в таком формате отображается на канале. Здесь есть несколько интересных вкладок, на которые стоит обратить внимание. Ну, вот вкладка видео демонстрирует все то, что вы создали своим нелегким трудом. В обратной хронологии показано. Дальше. Для того, чтобы все видеоролики не представляли там какое-то неструктурированное образование, лучше создать плейлисты. Это подборки видеороликов, посвященных определенной теме, например. И чуть попозже я расскажу, как это можно создавать. Дальше несколько вкладок. Во вкладке «Каналы» вы можете порекомендовать какие-то каналы, которые как-то связаны с вашим, прорекламировать их, если это вам необходимо. В разделе «Обсуждения» здесь могут пользователи оставить свое мнение по поводу вашего канала. Ну и, наконец, вкладка «О канале». Это здесь хранится та самая рассказка о вашем канале. Здесь можно дополнить, дописать, о чем ваш канал, для кого он адресован, что на нем интересного и многое-многое другое. Чтобы пользователи не заблудились, в канале есть поисковая строка. Здесь можно очень легко искать видео, если какое-то срочно нужно найти. По ключевым словам или уже по готовому названию. Далее. Приступаем к оформлению канала. Ну, чтобы его раскрутить, надо его красивенько оформить для начала. Рядом с каналом есть обложка, она же баннер. Вот это вот зелененькое вверху – это мой баннер. Ну и значок есть. Значок – это аватарка своеобразная. Если у вас личный канал, то здесь советуют загрузить свое изображение. Если у вас канал какой-то организации, то, соответственно, изображение этой организации, какой-нибудь логотип, например, и так далее. Значок хорошего качества желательно грузить – 800 на 800 пикселей. Вот стандартно, что предлагает YouTube. Дальше все здесь очень просто. Наводим курсором на значок, открывается всплывающее окошечко, жмем на слово «Изменить значок» и загружаем свою картинку. Обложка. Обложку тоже можно редактировать. Раньше предоставляли какие-то стандартные обложки. Вот эти зеленые листики – это был пример стандартной обложки. Сейчас можно загрузить в качестве обложки фотографию, можно загрузить специально сделанную обложку. Какие требования к этому баннеру? Размер обложки. В циферках я озвучу, конечно. Дополнительно в самой справке YouTube это все написано. 2560 на 1440 пикселей. Это вот такая длинная широкоформатная полоса на весь экран. Обложка будет отображаться по-разному на мобильных устройствах и на обычном компьютере. Поэтому если поверх обложки нужно написать что-то, например, канал библиотеки-музея, то лучше это делать примерно в центре, чтобы это все хорошо отображалось на мобильных устройствах, в том числе, чтобы название никуда не съезжало. Это называется центральная область. Это примерно 1546 пикселей на 423. На самом деле для тех, кто впервые с этим всем сталкивается, эти цифры особо ничего не говорят. Понятно, что мы в пикселях с трудом себе это можем представить, и как это все вымерять в пикселях, это тоже довольно сложно. Максимальный размер обложки 6 мегабайт. Можно загрузить просто картинку, написать на ней текст и по центру сделать надпись и постараться сделать так, чтобы это все хорошо отображалось. Но если мы хотим более-менее профессиональную сделать обложку, можно попробовать разные онлайн-сервисы взять и в них что-то подобное смастерить. Тем более, что это сейчас все просто делается. Я советую попробовать сервиса 2. Оба на русском языке, ничего сложного в них нет. Первый называется Canva. Наверняка вы о нем слышали. Сервис для создания различного мультимедийного контента. Презентации, инфографика, различные картинки для социальных сетей, афиши, флайеры, там огромное количество шаблонов. Нас интересуют шаблоны, которые называются оформление YouTube или оформление канала на YouTube. Выбираем шаблонов. Их тут огромное количество, большей частью бесплатные. Ну, я вот, например, такой выбрала шаблон. Здесь что отлично? Здесь уже готовые размеры. Вот эта картинка, она уже готовая обложка. Здесь вручную ничего подстраивать не надо. Название точно по центру. И мы можем гарантировать, что оно никуда не уедет, если мы будем с мобильного устройства это все просматривать. Наша задача только стереть текст, вставить свой, поменять картинки, загрузить свои логотипы какие-то, если они нам нужны, сохранить и скачать к себе на компьютер. Ну, а далее эту обложку можно уже разместить на YouTube-канале. Канва подкупает тем, что здесь огромное количество шаблонов, они довольно все симпатичные, красивенькие. Единственный недостаток, здесь с книгами ничего нет. Я пыталась найти шаблоны с книгами, их тут нет. Придется подстраивать любой другой, загружать свои картинки с книжками. Зато они есть вот на этом сервисе. Называется этот сервис Крэлла. Это сервис-конкурент Канвы. Принцип работы точно такой же. Выбираем шаблон из раздела оформления канала YouTube. Здесь тоже много шаблонов, чуть поменьше, чем в Канве. Но тем не менее. Загружаем шаблоны, опять-таки меняем картинку, добавляем свой текст и так далее. Я в поисках набрала книга, и мне вышло довольно приличный список разных шаблонов с книгами. Можно прямо уже и не менять картинку, а просто написать какой-то свой текст. Крэлла хорош тем, что он поддерживает разнообразие шрифтов, больше, чем у Канвы. В том числе и декоративные, рукописные, всякие красивые наклонные шрифты Крэлла очень хорошо держит. Поэтому можно его попробовать. Какой сервис понравится, такой и будем использовать. Продолжаем дальше. Что еще стоит отметить? Обложку загрузили, значок загрузили. Теперь можно перейти, собственно говоря, к настройкам канала. Открываем так называемую творческую мастерскую. Она открывается правой клавишей. Нужно нажать на логотипчик канала своего. Откроется творческая мастерская. И внутри этой творческой мастерской можно выбрать настройки канала. Здесь дополнительные настройки, которые вы хотите внести на свой канал. Что можно здесь сделать? Во-первых, здесь есть ссылка уже на ваш канал. Можно попробовать дополнительно придумать свой идентификатор канала. Здесь уже канал и дальше какой-то набор знаков, букв, случайных цифр. Можно попробовать как-то назвать свой канал. Более подробную информацию можно нажать на кнопочку «Подробнее» и вам расскажут, как это сделать. По сути, добавить окончание названия своего канала. Что еще здесь можно сделать? Можно добавить ссылки на обложку. Например, если у вас есть блог или сайт, у меня, например, есть блог «Роза ветров в север». Я его попыталась вставить в раздел «Ссылки». Название и ссылку. Эта ссылка будет отображаться на обложке. Это очень удобно. Пользователь может сразу переключаться с канала в блог, если это необходимо. Что можно здесь добавить? 14 ссылок. Отображаться, правда, будут не все на обложке, а только первые 5. Но, тем не менее, здесь огромное количество простора для различных ссылок. Можно выбрать, чтобы отображалось две, одна и так далее. Дополноизно можно здесь упомянуть свою контактную информацию, например, дать адрес электронной почты. Если у вас, например, канал какой-то организации, то можно указать адрес электронной почты организации. Все это делается во вкладке «Основная информация». Далее. Я уже говорила о том, что видео загрузить достаточно просто. Необходимо выбрать видеоролик, нажать на кнопочку «Загрузки», она находится справа вверху. Ну и дальше приступать уже к загрузке своего видео. Чем тяжелее видео, тем дольше оно будет грузиться. Для того, чтобы оно разместилось на канале, достаточно только заполнить две основные опции. Во-первых, это «Выбрать доступ». Здесь три варианта доступа. Есть ограниченный доступ, доступ по ссылке и открытый. Открытый доступ, когда видео видят все пользователи без исключения, и ищут в поисковике и находят. Доступ по ссылке. Видят видео только те, кому вы разошлете эту ссылку, в поиске его это видео просто так не найдешь. И ограниченный доступ – это видите только вы, либо какие-то доверенные пользователи, которым вы предоставите доступ к этой информации. И второе, что нужно здесь отметить – это аудитория. Раньше такой опции не было на YouTube, сейчас появилось. Нужно выбрать аудиторию для видео. Видео для детей или видео не для детей. Ставим галочку необходимую в первом или втором пункте. Ну и дальше нажимаем на кнопку «Сохранить», и видео загружается. Все очень просто. Если несколько видеороликов, то мы можем создавать из них плейлисты. Об этом я уже говорила. Как это сделать? Опять открываем творческую мастерскую, все делается через нее. И вверху, вернее не вверху, а с левой стороны выбираем вкладку «Плейлисты». Вверху кнопка «Создать плейлист». Нажимаем на нее, и дальше нам предлагается дать название плейлисту и добавить туда необходимые видеоролики. Ну, например, я решила создать плейлист, назвала его «Буктрейлеры», предоставила открытый доступ ко всем видеороликам, нажала на кнопку «Создать». И он у меня тут же появился на канале. Пока вот в таком пустом виде, потому что там никаких видеороликов пока нет. Для этого нажимаем на кнопку с тремя точками, набираем кнопку «Плюс», «Добавить видео». Открывается список всех видеороликов, которые существуют на канале, и можно их туда добавлять через эту кнопку. Самое интересное, что можно создавать плейлисты не обязательно по своим видеороликам, можно создавать плейлисты с использованием чужих видеороликов. Если есть какие-то интересные видео, которые вы не хотите терять, хотите сохранить у себя на канале, например, по тематике, они вам очень близки, то можно создать плейлист и туда по ссылке, получить на каждый этот видеоролик ссылки и добавлять их по ссылке с чужих каналов. Так тоже можно сделать, и у вас будет целая коллекция видео на все случаи жизни. Что здесь еще, какие здесь интересные кнопочки есть? Есть кнопочка «Соавторы». Если включить эту кнопочку, то вы можете дать доступ к этому плейлисту своим коллегам, и они могут от себя тоже добавлять другие видеоролики в ваш плейлист. А мне кажется, что плейлисты по алфавиту и будут располагаться автоматически. Сейчас я проверю. Я, кстати, никогда не интересовалась этим возможностям. А нет, не по алфавиту. Они в обратной хронологии отображаются. То есть те, которые созданы последними, они будут отображаться первыми. Если на том канале видео удалят, на нашем канале это видео тоже удается, да, будет вот такой вот черный значок, вот как у меня был здесь, вот буктрейлеры. Вот если видео удалено, то вместо него появляется такой черный значок с тремя точками. Да, если на том канале видео удалят, то оно в плейлисте, вместо него будет вот такой черный знак. Оно из плейлиста не исчезнет, но проигрываться уже не будет. В настройках плейлиста что можно настроить? Вы можете разрешить встраивание вашего плейлиста. Это и касается сайтов и блогов. Например, если вы хотите целый плейлист встроить себе на сайт, то сначала нужно это разрешить. Далее можно отрегулировать, чтобы новые видео попадали в начало плейлиста, то есть чтобы в обратной хронологии все шло. Если эту опцию отключить, то они будут по алфавиту выстраиваться или в свободном порядке. Надо проверить, как именно. Далее. Есть такая опция «Установить в качестве официального плейлиста серии для этих видео». Что это значит кнопка? Если ее включить, то эта кнопочка будет означать, что когда видео закончится для просмотра, пользователю тут же будет предоставлена возможность построить еще одно видео из этого же плейлиста. То есть максимально его поймать на крючок интереса, то есть давать ему все новые и новые видео из этого плейлиста, чтобы он переходил от видео к видео. Такая хитрая кнопка для продвижения своего видеоконтента. Если это вам необходимо, то можно эту опцию здесь настроить. Ну вот, пожалуй, плейлисты. С плейлистами все понятно. Дополнительно из плейлистов можно сделать разделы. Как это делается, разделы? По умолчанию разделов уже два существуют на канале. Один называется «Все видео», там все видеоролики какие есть. И есть еще раздел, который называется «Популярные видео». Это видео, которые получили наибольшее количество просмотров. Дополнительно можно придумать разделы. Опять-таки это в настройке канала все делается. Выбираем кнопку «Добавить раздел». И дальше у нас открываются возможности, что можно вынести в разделы. Самое простое – это вынести в разделы различные плейлисты, которые мы заранее создали. По умолчанию их не видно на главной странице. Если вы из плейлистов сделаете разделы, то эти плейлисты будут видны на главной странице, когда пользователь будет заходить на ваш канал. Поэтому выбираем опцию «Плейлисты», выбираем нужные вам, и они будут в качестве разделов публиковаться на главной странице. Всего разделов может быть 10 на главной страничке, поэтому выбираем все самое-самое главное. А разделы нам нужны для того, чтобы заинтересовать зрителей. Поэтому выбираем самые интересные плейлисты из нашей подборки, самые актуальные видео, чтобы зрители не потерялись. И сразу все было видно, о чем, как и когда. Например, если библиотечный канал, то там можно сделать раздел «Буктрейлеры», раздел «Книжный обзор», раздел «Литературное чтение» и многое-многое другое, что вы сами для себя придумали. Что еще рекомендует сделать YouTube для продвижения своего канала? В настройках канала можно придумать трейлер для зрителей и рекомендованное видео для подписчиков. Что такое трейлер? Трейлер – это такой видеоролик, анонс вашего канала. В нем обычно рассказывают о том, о чем этот канал, кто его автор, что здесь интересного можно посмотреть, приглашают подписаться, поставить лайк и тому подобное. Вот для этого существует трейлер. Трейлер обычно снимают особо, специально. Ну, советуют так, по крайней мере, в YouTube снять особое специальное видео, где рекламируем свой канал. Трейлер будет виден сразу на главной странице. Для пользователей, которые первый раз зашли, они сразу могут посмотреть трейлер. Более того, он будет сразу автоматически запускаться для просмотра. И еще есть одна опция – можно снять рекомендованное видео для подписчиков. Это нужно для продвижения новых видеороликов. Например, вы сняли какой-то замечательный видеоролик, хотите, чтобы его сразу все посмотрели, но он на канале может потеряться. Тогда вы можете его поставить в раздел «Рекомендованное видео», добавить его туда. Ну и опять-таки зрители будут заходить на ваш канал и первым делом будут видеть этот ролик. Он у них будет отображаться и автоматически запускаться. Таким образом, вы набираете количество просмотров своего видео, может быть, будете получать комментарии к видеоролику, какую-то обратную связь. В общем, это инструмент для продвижения видеоролика. Так что их можно использовать и трейлеры, и рекомендованные видео. Еще дополнительно расскажу о некоторых настройках, которые иногда пропускают при загрузке видео, но они на самом деле очень полезны. Например, при загрузке видео можно сразу определить видео в какой-нибудь плейлист. Если они у вас уже созданы, то можно сразу же на этапе загрузки сразу выбрать плейлист, куда его отправить. Но вот об этом я говорила, поставить галочку «Видео для детей» или «Видео не для детей», отметить свой видеоролик. Если мы ставим галку «Видео для детей», то автоматически комментарии будут невозможны. Идем дальше. Теги – это ключевые слова, которые добавляют к видеороликам. Продвинутые видеоблогеры пишут огромное количество тегов для актуализации своего видео. Я вот с тегами не очень хорошо дружу, поэтому особо ничего про них сказать не могу дополнительно. Но так или иначе, теги позволяют находить в поиске ваш видеоролик по ключевым словам. Если вы хотите к своему видеоролику добавить субтитры, то стоит выбрать язык. Язык «Русский» выбираем. Дополнительно можно указать дату и место съемки, если мы хотим. Такая небольшая геолокация есть. И еще что можно здесь сделать при загрузке видео, это, конечно, разрешить встраивание видеоролика на сайты и в блоге. Причем это разрешение будет распространяться на всех. То есть ваше видео могут встраивать другие пользователи на свои сайты и блоги, если захотят. Если не хотите, чтобы вы использовали, не разрешаем. Далее, что еще? Вы можете опубликовать ваше видео в разделе «Подписка», и всем подписчикам придет уведомление о том, что вы это видео загрузили. Тоже полезная опция – информация подписчиков о том, что видео готово и загружено. Выбираем категорию. Это, опять-таки, для лучшего поиска и индексации видео на Ютубе. Ну и, наконец, выбираем, нужны ли вам комментарии или не нужны. Хотите вы их читать и отвечать или не хотите. В крайнем случае, комментарии вообще можно отключить, если они вас немножко раздражают. Будьте готовы к тому, что комментарии бывают разные. И на Ютубе они не всегда хвалительные. А где-то так, 50 на 50, я бы сказала. Судя по видео, которые я распространяю, ну, где-то так у меня получается. Давайте я плерусь на вопросы. Можно про соавтора спросить. Если я добавлю в видео, которое у меня на канале другого человека, оно будет принадлежать и мне, и ему. Мое авторство не будет видно, и два одинаковых не запретят. Ну, два одинаковых видеоролика, я думаю, в плейлист нет смысла добавлять. Если соавтор, вернее, добавит свое видео к вам в плейлист, оно будет и у вас в плейлисте, и у него в плейлисте. А то один и тот же видеоролик может быть в бесконечном количестве плейлистов. Совершенно спокойно. Вот. Авторство. Ну, в плейлисте там не указано авторство. Там просто есть некий плейлист. Просто этот плейлист у вас размещен, например, на канале. По умолчанию владелец этого плейлиста тот, кому принадлежит канал. Вот так и получается. А другой, который вам помогал, он будет просто с автором, помощником, который вам его добавил. Как увеличить количество подписчиков? Хороший вопрос. Количество подписчиков увеличивается за счет рекламы видео, где только возможно. У себя на сайте, в блоге. Хорошая связка социальные сети и YouTube. В социальных сетях обязательно нужно публиковать все видеоролики с отсылками на YouTube. И блогеры всегда под видеороликами в разделе «Описание видео» указывают «Подписывайтесь на YouTube». Или сами, когда снимают видеоролики, наверняка вы видели, что в конце они обязательно говорят «Подписывайтесь, ставьте лайки» и так далее. Чем больше подписчиков, чем больше лайков, тем лучше это видео продвигается в поиске, тем оно становится актуальнее. Подписчиков только с помощью рекламы к себе вербовать, создавать хороший контент и предлагать подключаться к вашему каналу. Ну вот, несколько хитростей, как раз, кстати, для привлечения подписчиков. Ну, привлечение подписчиков – это вообще отдельная тема, это уже даже не вопрос не YouTube, а в принципе SMM-менеджмент и все такое. Но, тем не менее, есть несколько способов как-то оптимизировать видео, его продвинуть на YouTube. Ну, во-первых, когда мы загрузили видео, оно обработалось, даем название, даем описание, в описании можете описать аннотацию, дать видео. Чем интереснее аннотация, тем охотнее это видео посмотрят. Советуют адекватно писать описание, то есть, если вы в описании даете одну информацию, а видео совсем другая, вам поставят дизлайки. Это не очень хорошо, потому что на YouTube есть и лайки, и дизы. Вот, поэтому лучше писать все по-честному. Далее, на что хотела обратить ваше внимание, на значки. По умолчанию сервис предлагает три каких-то совершенно случайных кадра из вашего видеоролика поставить как значок. Ну, значок, по сути, это такой превью, обложка вашего видео. Можно взять один из кадров, если мы хотим, но вообще-то продвинутые блогеры, они специально заморачиваются для того, чтобы сделать свой значок, какую-то картинку, превью, которую они ставят на свое видео, как обложку. Ну, например, можно взять тот же самый сервис Крэлла, он позволяет создавать такие превью. Есть у него специальные шаблоны, они так и называются, превью для YouTube. открываем, выбираем. Ну, вот, например, там стандартный взяла шаблон, любой случайный, топ-5, вот он так и выглядит. Здесь стираем свой текст, списываем свою картинку, меняем, получается отличное превью для первого раза. Продвинутые блогеры рисуют сами в фотошопе или какие-то другие программки используют. Ну, мы начинающие пользователи, поэтому не возбраняется сделать сначала по шаблону. Крэлла хороший вариант, можно попробовать, здесь много шаблонов. Ну, опять прервусь на вопрос. Видео-викторины, свои, сделанные, например, в Удобо, можно загрузить на свой канал в YouTube. Или они только на Удобо будут храниться. Они будут храниться только на Удобо. Они связаны с YouTube, но на YouTube вы их не загрузите, потому что они интерактивные, там, с нажиманием кнопочек и с прочим. Они не будут храниться на Удобо, но вы можете их поставить на сайт или в блог к себе. Так что вот значки, они тоже не случайны, они привлекают внимание. Броски, заголовок, интересная картинка, и зритель уже нажал и пошел смотреть видео. Может быть, он его и не досмотрит до конца, но он уже нажал, счетчик включился. Это к вопросу о количестве просмотров и так далее. Что еще YouTube какие еще инструменты предлагает? Вот совсем недавно получилась такая опция «Премьера видео». Дело в том, что видео можно публиковать сразу же, а можно назначить его публикацию на определенное время. Если вы загрузили сразу, вам сервис может предложить устроить премьеру вашего видеоролика. Что вообще такое премьера и для чего это нужно? Премьера – это когда видеоролик запускается на канале, включается в канал, подписчики получают уведомление, что вот появилось новое видео, и они получают возможность на отдельной страничке в чате это видео обсуждать. Вы можете назначить премьеру сразу, как опубликовали в видео, а можете запланировать публикацию видеоролика, например, на какое-то число, на какой-то день, определенное время, и назначить премьеру на этот день. Подписчикам придет уведомление, что такого-то числа, в такое-то время на канале состоится премьера видеоролика, ну, по сути, как в кинотеатре. Их приглашают на премьеру. Они по ссылке заходят в нужный момент, смотрят ваши видеоролики, оставляют комментарии, ставят лайки и так далее. Ну, вот получается такое немножко в прямом эфире. После того, как премьера закончена, видео просто сохраняется у вас на канале, как обычный видеоролик. Ну, ставить или не ставить в премьеру – это уже выбор каждого, но опция запланировать публикацию, она существует, это хорошая штука. Если вы, например, сняли видео, какой-то календарь знаменательных дат у вас есть, и вам нужно обязательно видео, чтобы оно было опубликовано в этот день, то можно заранее его загрузить на канал, но назначить ему час опубликования необходимый. И дальше пусть подписчики смотрят, любуются. Что еще есть? Про субтитры я немножко говорила. Если мы указываем язык публикации русский, то мы можем просмотр субтитров устроить. Это на тот случай, если вы хотите продвигать видео в англоязычную среду, хотите, чтобы появились субтитры вашего видеоролика на других языках, и на русском в том числе. Ну, актуально это, например, для библиотек, для людей со специфическими возможностями, например, с определенными особенностями слуха, когда субтитры просто необходимы. Субтитры YouTube формирует вообще автоматически. Через три кнопочки под каждым видео можно открыть опцию «Посмотреть расшифровку видео», и вы увидите, как субтитры сформировались. Вы можете их отредактировать, щелкнуть по любой надписи, ее отредактировать вручную, естественно, прописать субтитры, и сохранить все это, и тогда они будут адекватно отображаться. Понятно, что YouTube не все будет корректно отображать, поэтому лучше здесь вручную потом немножко исправить. То почему-то из соцсети оно исчезает после премьеры. Вот насчет соцсетей сказать не могу, я вот только за YouTube отвечаю, но вы потом, как только оно исчезнет из соцсетей, можете еще раз его опубликовать уже, как обычный видеоролик. Вот только такой выход вижу из данной ситуации. Ну, титры – это дополнительная настройка. Если вам необходима эта опция, то опять-таки ее можно сделать. И сначала использовать автоматически, а затем исправить вручную, если это необходимо. Ну и еще. У YouTube много возможностей. Тут можно не один вебинар на эту тематику проводить. Одно время YouTube предлагал возможности добавления разных аннотаций текстовых. Например, по ходу видеоролика можно было добавлять какие-то замечания, указания, подсказки, гиперссылки можно было добавлять. Сейчас немножко это видоизменилось. Называется это «Конечные заставки и подсказки». Все это можно найти, когда мы редактируем видео. Выбираем его в списке видеороликов, нажимаем на значок с карандашиком «Редактировать», открывается вот такая страничка. И с правой стороны мы увидим «Конечные заставки и подсказки». Что это такое? «Конечные заставки» – это заставки для продвижения вашего видеоролика. Это призывы подписываться, ставить лайки. Это ссылки на другие видео с вашего канала. Наверняка вы видели в конце видеороликов, некоторых на YouTube есть всплывающие такие окошечки, где вам советуют подписаться, посмотреть другое видео и так далее. Это называется «Конечная заставка». Здесь есть готовые шаблоны, можно выбрать один из нескольких. Можно просто через значок «плюсик» добавить необходимое, что вы хотите. Можно сделать ссылку на другой видеоролик, можно сделать ссылку вообще на целый плейлист, можно обязательно предложить подписаться, и можно дать ссылку на какой-нибудь рекомендуемый вами канал. Тут четыре возможности есть. Приблизительно то же самое, как это все делается. Вы настраиваете на ленте времени определенный промежуток, когда у вас эта страничка с этими подписками, со ссылками должна появляться. Ну и выбираете либо шаблон, либо через значок «плюс» – нужный вариант, вставляете внутрь видео и сохраняете. Получается вот такая «Конечная заставка». Почему «Конечная»? Потому что чаще всего располагают в конце видеоролика, где-то секунд за 20 до окончания видео. Ну, стандартно вот так. Подсказка. Ну, это примерно то же самое, что и «Конечная заставка». Правда, она немножко выглядит иначе. Такой значок «И» всплывает наверху. Может быть, видели. Но вот если присмотреться, на слайде сейчас видно. Рекомендуем посмотреть «Буктрейлеры». И дальше такая кнопочка с буквой «И». Это и есть подсказка. Она такая более незаметная, более такая скромненькая. Вверху всплывающая подсказка со ссылкой на какие-то другие ресурсы. Опять-таки, это может быть ссылка на другой видеоролик, на целый плейлист, на целый канал. И опять на ленте времени выбираем нужную отсечку, когда должна появиться эта подсказка всплывающая. И добавляем ее в нужный момент. Она тоже помогает продвинуть видео, помогает переключиться на другие видеоролики, если это необходимо. Ну и еще одна опция, которая существует в YouTube. Есть небольшой редактор. Небольшой, потому что возможности здесь не очень большие. Но если есть необходимость обрезать видео, вырезать какие-то ненужные фрагменты, а по другой нет видеоредактора, можно воспользоваться вот этими возможностями. Выбираем видеоролик. Сначала его нужно, конечно, загрузить, потом выбрать, открыть в редакторе. И далее вот такая вот лента времени появляется. И, собственно, сам видеоролик с правой стороны. На ленте времени выбираем отсечками нужный фрагмент видео. Есть кнопочка «Обрезать». Выделяем его, нажимаем на «Обрезать». Смотрим, там появится кнопка «Предпросмотр». Если все отлично, нажимаем «Сохранить». Фрагмент можно вырезать из начала видео, из конца и даже из середины. Поэтому вот такой неплохой редактор для того, чтобы немножко видео уменьшить в размерах, вырезать ненужные фрагменты. Например, какие-то длинноты, может быть, или какие-то там брак, может быть, какой-то вы обнаружили для скоростного редактирования. Еще вы можете добавить сюда звуковую дорожку. По умолчанию, например, если у вас уже есть одна, вы можете к ней добавить еще одну, даже несколько. Например, если у вас есть голосовая озвучка в видео, вы хотите еще музыку наложить, это можно сделать в самом сервисе. Нажимаем рядом с ноткой значок «Плюс», и открывается вот такой список бесплатной музыки. Выбираем любой трек, который нравится, нажимаем, он появляется на ленте времени в виде синей полосочки. И у вас получилось видео и с голосом, и с музыкой. Кстати, я пробовала экспериментом, просто несколько музыкальных треков можно один на другой наложить. Правда, получается уже что-то страшное, но теоретически это возможно. Редактор здесь простой для наложения музыки дополнительно, для обрезки, но для быстрого редактирования он хорош. Кстати, о фонотеке. Тут хорошая фонотека. Она отдельно открывается во вкладке, которая так и называется «Фонотека». Здесь вот такой огромный список треков. Это не все, это только начало. Есть тут и бесплатная музыка, и звуковые эффекты. Это хорошая штука для создания, например, буктрейлеров, и для разных видеороликов. Вы можете отсортировать музыку по исполнителю, по жанру, по настроению, по длительности музыки. Все эти музыки, музыкальные треки, они свободны для использования в некоммерческих целях. Вы можете их скачать к себе на компьютер и использовать в своей работе. Так что советую к фонотеке присмотреться. Это хорошая вещь. Это первое, откуда стоит брать музыку. Поскольку здесь она уже лицензирована, вас никто не заблокирует за незаконное использование. Здесь все абсолютно законно. Хотелось бы поэтапно на примере все проделать. Например, загрузить презентацию. Спасибо. Презентацию или видеоролик? Ну, вот я как могла, поэтапно рассказала. Дополнительно у YouTube есть ссылка на фонотеку. Вы можете в поиске сейчас найти. Просто она открывается через канал YouTube. Но вы можете в поиске найти YouTube фонотека в любой пасковик. Зайти, и вам она откроется. Вот так что можно использовать, пожалуйста, в работе. Ну, и последнее, буквально несколько слов. Онлайн-трансляции я не проводила на YouTube, сразу скажу. Но есть такая опция, можно проводить онлайн-трансляции. Транслировать можно с мобильных устройств. Чаще всего именно так и делают. Либо можно с веб-камеры транслировать со своего компьютера. Там же, где и кнопочка «Загрузить видео», есть еще и кнопочка «Трансляция». Выбираем ее, открываем, выбираем аудиторию, предоставляем открытый доступ. Опять выставляем, для кого этот ролик, для детей и для не детей. Если есть возрастные ограничения, тут можно тоже это указать. Ну и далее начинаем трансляцию. Кнопка «Далее», «Создать». И трансляция началась. Так вы можете транслировать свои мероприятия в режиме онлайн, прямо в канал YouTube свой. Кстати, все эти трансляции потом сохраняются, как обычные видеоролики. И поэтому сейчас это очень популярная вещь. Сейчас многие онлайн-конференции проводят в режиме трансляции на YouTube. И можно на YouTube сразу все смотреть, и там же тут же все и сохраняется. Это очень удобно. Так что советую, если кому-то необходимо проводить трансляции, можно через YouTube попробовать, это несложно. И самое главное, здесь не нужно дополнительных каких-то плагинов устанавливать и программ. Здесь, по-моему, все должно быть несложно. Ну вот, пожалуй, и все. Конечно, тут про YouTube можно рассказывать долго, практически бесконечно. Пожалуй, вот все, что я знала, рассказала. Если какие-то вопросы еще, на которые я не ответила или что-то пропустила, то я еще пару минут буду здесь. Как всегда, на последнем слайде, сколько по времени может быть трансляция? Ну, совершенно спокойно я видела трансляции по нескольку часов. Один-два часа совершенно спокойно транслируются. Так что, насколько я знаю, YouTube ограничения не прописывает. Но я думаю, мероприятия вряд ли будут больше, чем 2-3 часа. В крайнем случае, вы можете закончить одну трансляцию и начать другую. Да, трансляции бесплатно. Все эти возможности, это все предоставляется бесплатно. Да, вот «Бессмертный полк» много-то часов транслировался. То есть, я думаю, что это не вопрос. Главное, чтобы техника выдержала и не подвела. Мобильный телефон не сел за время трансляции. Тогда все будет отлично. Ну, в любом случае, спасибо вам большое за внимание, за то, что пришли на вебинар, за то, что в позднее время собрались. Следующий будет в декабре уже. Да, марафоны можно транслировать. Да, любые мероприятия, которые у вас проходят в библиотеке, тут же «Библионочь» тоже можно онлайн транслировать. Сейчас многие библиотеки так и делают. Спасибо вам большое за добрые слова и за внимание. Надеюсь, еще увидимся в сети. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok